Сергей задает вопрос. Собираюсь инвестировать в долгосрок, а на 5-10 лет деньги выводить не собираюсь. Хочется, как и вы говорили, в твердой валюте доллар или евро иметь 70% денег. Сейчас только 30% в валюте, так как часто провожу 2-3 месяца в год за границей. Но сейчас рубрик доллар около 80, евро 92. Как посоветовать заходить в позицию по валюте в доллар, подождать или даже по текущим ценам лесенкой покупать? Я давно для себя ответил на этот вопрос. Ребята, никогда не гадайте, не считайте себя умнее других. Мне очень много задают вопросов. Вот только доллар начинает подходить к каким-то критическим значениям 75, 80, 85. И чем выше, естественно, тем большее количество звонков. Знакомые, близкие, друзья начинают звонить. То есть сидят, 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 сидят. Когда говорю покупать доллар, никто не говорит, когда уже доллар вырос, а меня спрашивают, что делать. Я говорю, перестаньте раз и навсегда задаваться этим вопросом. То есть всегда стремитесь поддерживать баланс 50 на 50. Вот сейчас у вас реально конкретная ситуация. Хочу, чтобы валюта была 70, валюты 30. Если вы считаете, что я какой-то провидец и точно знаю, что доллар завтра упадет, то я этого не знаю. И я не хочу вас обманывать. Я не хочу, чтобы вы обманывались. То есть в случае, если он упадет, вы красавчики. Вы использовали возможность и купили доллар подешевле. Но в случае, если он не упадет, а пробивает уровень 80 и в короткий промежуток времени улетает на 85, скажите мне, а будете ли вы, если я вам скажу, что в следующую пятницу доллар будет стоить 83 рубля, будете ли вы сейчас покупать? Вот понимаете, когда люди задаются вопросом, что мы ждем доллар на 73, технически, да, мы его там ждем. Но это не значит, что если мы его там ждем, и вы услышали, что мы ждем его на этом уровне, чтобы мы вам дали какое-то обоснование, почему это так. Это не значит, что вы не должны, и если у вас нет долларов, это не значит, что вы не должны пойти и сейчас его купить по 79.50. Если у вас вообще нет долларов, вообще нет, то вы несете на себе значительный риск. Будет 73, просто не покупайте на все, заходите частями. То есть поставьте себе за правило, приходите к тому, что структура вашего капитала составляет 30 на 70. 30 процентов рублей, 70 процентов доллара. При этом вы должны посчитать, что у вас сейчас 30 процентов валюта, то есть вам нужно валюту еще на 40 процентов докупить. Берете эти 40 процентов в рублевом эквиваленте, там условно, у меня 10 миллионов, из этих 10 миллионов на 40 процентов мне нужно купить валюты. Окей, на 4 миллиона. И вот все, ребят, вот ваш спокойный лимит. Спокойно, не суетясь, берешь, покупаешь себе валюту. И все, что будет завтра, ребят, не знает никто. Будет доллар уходить на 72, окей, хорошо, у тебя средняя покупка будет ниже. Но если доллару стремится вверх, ты уже сегодня, уже сейчас доллар уже купил. Ребят, это очень простая философия, да, я не понимаю, почему ее приходится так много и часто разжевать, объясняя вот эту историю. Делай среднюю покупку. Доллар нужно покупать всегда. То есть в России посмотрите на доллар, да, то есть что происходит. Ну, когда-то дороже купишь, когда-то дешевле будешь, но в благосрочном периоде все равно нормалек будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова